Восемь регионов Урала и Сибири, а также представители Казахстана 25 октября приняли участие в первенстве по киоко-шинкай карате. Более 130 начинающих и титулованных бойцов от 12 до 17 лет боролись за Кубок Омской области. Федерация развивает стиль карате киоко-шинкай, полноконтактный стиль, в котором идет борьба соперников, поединки в полный контакт. Сейчас мы проводим открытое первенство Омской области среди детей в возрасте с 12 до 17 лет. Это у нас четвертый турнир и он с каждым годом набирает все обороты, больше проявляются интересы и в этот раз получился такой большой порум людей, которые приехали. В полноконтактном бою юные каратисты, невзирая на боль, бьются до последнего. В волю к победе подогревает поддержка родителей и советы тренеров. Это очень помогает, признается Амич Алексей Козловский после нелегкого поединка. Переломил себя боль, переломил и смог победить. С пяти лет я пошел, с семь лет вот уже. Вот, ну хотелось, ну а теперь уже уходить поздно, уже столько побед. Малышей поддерживают и более опытные каратисты. У многократного призера первенств Сибирского федерального округа Сергея Демина из Новосибирской области свой секрет победы. Выступал два раза, два боя было, выиграл. Какие приемы применяешь? Ну когда как? Когда сразу начинаю бить, когда потихонечку. И сегодня за счет чего у вас победить? Силы. На первенство Омской области впервые приехали представители федерации Киокошенка из Казахстана. Гости уверены, такие поездки помогают набраться опыта. Они просто необходимы для высокого результата. Выступили хорошо, достойно. Один получил травму, во втором бою по ходу боя выигрывал. Но ничего, думаю, в следующий раз мы обязательно одержим победу. Соревнования очень хорошие, достойные. Уровень очень высокий. Это настоящее испытание для наших бойцов. Турнир с каждым годом прибавляет в размахе. Увеличивается количество участников, расширяется география. В 2011 году каратисты впервые провели областное первенство. И теперь соревнования претендуют на статус традиционных.